В Волгограде Владимир Колокольцев поздравил победителей призеров 6-го военно-спортивного сбора «Наследники Победы». Мероприятие проходило на базе Волгоградской академии МВД России. В нем приняли участие воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов МВД России. Впервые к ним присоединились сверстники из кадетского военного корпуса ФСБ, кадетского училища войск национальной гвардии, кадетского пожарного спасательного корпуса из Санкт-Петербурга. Владимир Колокольцев назвал Волгоград знаковым для каждого россиянина местом. «80 лет назад здесь завершилась Сталинградская битва. Величайшее сражение в военной истории. Победа Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Стала символом беспримерного героизма, мужества и стойкости советского народа. Место проведения сбора и его название «Наследники Победы» точно отражают нашу главную цель – воспитать вас как истинных патриотов своего Отечества, будущих защитников, достойных продолжателей боевых традиций воинов-победителей». Военно-спортивный сбор 2023 года знаменателен и тем, что подготовка к нему проходила в дни празднования столетия Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». За прошедший век это движение привело в спорт десятки тысяч граждан нашей страны. Обращаясь к юным наследникам Победы, министр отметил, что в Суворовские военные училища и кадетские корпуса поступают те, кто видит свое призвание в служение Отечеству. Осознанный выбор будущей профессии связан с легким, опасным, но крайне необходимым обществу и государству трудом, достоин уважения. В процессе учебы вы получаете отличную закалку, подготовку к предстоящей службе и по праву считаетесь будущим золотым фондом кадрового состава наших ведомств, полицейскими, офицерами Росгвардии, пограничниками, пожарными, спасателями. Уже скоро вы займете свое место в рядах курсантов и слушателей ведомственных вузов, а затем и квалифицированных специалистов различных подразделений и служб. Каждый из вас на практике включится в борьбу с преступностью, в повседневную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, охрану государственной границы. Убежден, кем бы вы ни стали, как бы ни сложилась ваша дальнейшая жизнь, вы навсегда запомните дни, проведенные здесь, на берегах Волги. Владимир Колокольцев поблагодарил администрацию Волгоградской области и лично губернатора Героя Российской Федерации Андрея Бочарова за неоценимую помощь в организации сбора, который прошел на высоком уровне. Пусть не все заняли призовые места, поигравших здесь нет. Победителями стали все участники сбора, проявившие характер, мужество, умение действовать в команде и укрепивших свою решимость к освоению профессии. Но главным результатом считаем созданную атмосферу дружбы и товарищества между ребятами, представляющими различные ведомства, регионы и народы нашей многонациональной страны. Осознание нашего единства, зарождение боевого братства. Плечом к плечу вы постигаете науку побеждать. Плечом к плечу, если потребуется, вставите на защиту Отечества. Настойчиво идите к поставленной цели. Реализуйте свои самые смелые мечты. Будьте патриотами своей страны, ее достойными гражданами, продолжателями боевой славы и традиций российского народа. После завершения торжественного мероприятия ребята делились своими впечатлениями. Они радостно вспоминали военный парад, который прошел 9 мая на площади павших борцов города-героя Волгограда. Восхождение на Мамаев курган, военную спортивную эстафету, уроки мужества, интеллектуальные тематические игры, а также прогулку на теплоходе по Волге и другие события сбора.